вот такие моменты как рассчитать материал то есть здесь расчет шовного заполнителя компании mopey да то есть я взял партнеров буквально вчера 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 цифры если нет какой-то плитки у вас допустим не если нет какой-то плитки вот в этой вот графе да то вы то вы соответственно производить расчет именно по формуле то есть формула достаточно простая брать из практики если количество эпоксидной затирки примерно равно количеству цементной затирки то есть них там плотность если у цементной 1 и 5 эпоксидной 16 то есть тамра там разница 100 грамм то есть соответственно вам в любом случае брать затирку та которая про прочитана по формуле брать из практики плюс процентов 20 потому что здесь не учитывают формулу формула толщину гребенки то есть толщину клея а затирка должна максимально глубоко проникнуть до основания пола то есть соответственно формула учитывает только толщину плитки вот так эпоксидные клея они вы имеете ввиду за вы имеете ввиду не и клей а затем юрку смотря в каких случаях чех если затирка наносится на какой-то кафель с велюровой основы да то есть с основы в которой есть вкрапление кварца рисунок какой-то слову слову сложная потом не вымыть при не вымыть ни коим образом при нанесении то есть здесь легче использовать цементную основу с добавлением латекса то есть она будет служить по времени примерно столько же единственный минус то что она бы быстрее марается то есть если в жилых помещениях то бояться не стоит то есть есть составы также к который защищает верхний слой затирки именно от загрязнений к эпоксидная затирка в ней есть такие цвета такие моменты которые не в цементных то здесь уже я 50 на 50 отношениями к этому поэтому как показывает практика у нас обращаются клиенты если с обычным и затем затираем плитку до допустим без сохранения без защиты до швов клиент обращается там через пять лет расшит там шов и перетереть когда мы использовали получается латекс у меня не было звонков от клиентов чтобы чтобы именно просили перезайти и рейте у нас практика уже более 12 лет поэтому вот ответ также также есть нормы расхода я привел здесь таблица усредненные нормы взял в че вчера буквально показать или разные разных производителей с миссии да и сделал что-то 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 среднее то есть в среднем а если при правильной подготовке стен подготовлены основания то есть ровные без каких-то перепадов крупных пор и так далее то есть расход идет 4 килограмма на квадрат то есть на квадратный метр а если вы укладываете на слой на слой укладывать не желательно скажу с чем это связано так это связано если вы укладываете на слой у вас у вас клеить теряет свои свойства умения получается цепки и чем нежели вы укладываете на гребенку представьте два листа бумаги вы наносите тонкий слой клея и склеивайте их или же вы наносите клей там с наносите клей с горкой прикладывайте первый лист и второй лист вот это вот горка она высыхает между листами и потом ломается легко соответственно и кофельная плитка также легко потом со стен соскакивает при нанесении плитки на слой вы не сможете контролировать равномерность заполнения клеем клеем под плиткой то есть будут будут всегда пустоты всегда средний показатель я вам сказал то есть это то что касаемо плиточным клеем по расходу по штукатурным смесям здесь то здесь стандартные расходы 1 1 8 до 2 килограмм на квадратный метр при сантиметре слоя это это цементная снова то есть это все штукатурные растворы штукатурные растворы для заливки полов и так далее у них один расход у них один вес это цемент плюс полимеры гипсовую штукатурку во влажных помещениях в помещениях с кафелем использовать категорически нельзя штукатурка только на цементной основе потому что вы на гипсовую штукатурку потом наносите цементный клей у него у них разная у них разная получается адгезия да и соответственно если вы потом отрывать от стены от стены получается палитку плитка отходится слоем гипсовой штукатурки то есть соответственно отклея на цементной основе нет толку